Всем привет, с вами Олег Сканабереглаб. Ну что, пережили самую темную ночь и теперь будет полегче, теперь день будет расти. Я сегодня омовение сделал, утром в реке все как положено. Река, вы знаете, прям такая наполненная энергией. Вот она, вода аж с голубым оттенком, с таким, вы понимаете, но она при этом живая, вот живая, прочистилась, чувствуется вот эта энергия, она прям дала и мне энергию на целый день. Ну что, давайте теперь посмотрим, как с чистотой воздуха у нас обстоят дела. Ну, в общем-то, здесь даже количество очагов увеличилось, здесь появились вот в Орегоне, в Айдахо какие-то, но кто-то написал, что это топит таким образом, отопление делает. Ну, видно, что стало потеплее, то есть минусы уже не такие серьезные, в пределах минус 10, даже до минус 10 не доходит. Вот интересно, в Эквадоре здесь тоже что-то затопили, но там экватор, там вечное лето. Так, здесь в Северной Сахаре так и видим, как пыль сюда заносит, да, сейчас на юго-запад выйти во все страны, то есть зимой туда ехать не стоит, там дышать пылью только. Ну, и на севере вот здесь тоже Африки мы видим, довольно-таки пыльно, на севере Италии, а так в целом тепло, довольно-таки, точнее чистый воздух в странах Европы. Здесь в Швеции что-то горит, и вот, пожалуйста, видно, сейчас как раз морозное вторжение, в Москве минус 20 днем, ночью. Сегодня, кстати, в Московской области был побит тридцатник, 10 лет, по-моему, или 9 лет не было тридцатников, и вот был побит за минус 30 в червестях. И видно, вот, тепловое тепло, тепловое пятно, извините, что-то язык заговаривается. Так, здесь в Ираке у нас опять пыль гоняется, да, и в Саудовской Аравии тоже, но на Ближнем Востоке воздух стал чистый. Кстати, в Египте тоже, вы видели или нет, там выпадал снежок утречком, ну, ночью, да, там, и температура опускалась до минус 2. Вот это вот влияние, понимаете, дыхание. То есть, что получается? У нас получается, что морозный воздух идет напрямую до экватора, а теплый воздух поднимается, вон там, в Гренландии было, там, плюс 6 на самом севере Гренландии, понимаете, на днях. Вот такие парадоксы происходят. Так, ну, давайте посмотрим в Сибири, что здесь, Иркутская область, здесь тоже очаги задымления, работает Китай у нас вовсю, тут пылится Индия с Пакистаном, ну, вот в Бангкок, Бангкок, смотрите, здесь тоже что-то там пыхнуло так хорошо, не стало ни с сего, вдруг Бангкок стал, ну, большой город, конечно, он мегаполис, вот, и довольно-таки шумный, и там растительности не так много, но вот такие вот наблюдения, посмотрим, сколько это продлится. Ну, вот дожди уже атакуют Западную Европу, в начале с Великобритании, Ирландии, здесь тоже вот подкрадывается Гибралтару, так-то пока Европа еще держится в антициклоне. Ну, и морозит сегодня, мы видим, что хорошо проморозил и Украину, и Беларусь, ну, и Россию. Кстати, в Сочи даже минус 1 было, и снежок, Краснодаре минус 3, вот, даже вот в Сухум всего плюс 2, и Тбилиси плюс 1. И дальше сегодня будет тоже холодная ночь на Кавказе, может быть, даже еще ниже опустится температура, но в целом это, конечно, похолодание такое недолгое, это кратковременное похолодание. Вот, Санкт-Петербург комфортно, минус 12, для зимы самое то. Вот здесь вот у нас мы видим на восток от Урала, вот такая вот, от Ямала как раз до Астаны, как раз непрерывная полоса из осадков, в основном в виде снега, но на юге здесь дождик, а также мы видим осадки здесь в горах Средней Азии, и вот здесь в пустынных местах тоже выпадает дождик на западе Казахстана, западе Туркменистана, это полезно, потому что эти регионы очень и очень засушливы. В Якутии мы видим минус 50, видим, как они там спасаются, закрывают машины. На Дальнем Востоке здесь Камчатка, Чукотка, наверное, даже предупреждения можно выносить, здесь снежные бураны, судя по всему, но вот здесь вот кое-где снежок на островах продолжается, вот здесь у Японии, Наха, вот здесь циклончик находится. Сильные грозы мы видим в Индонезии на границе с Малайзией, в общем-то Папуа тоже традиционно, самые мокрые места на нашей планете это Папуа. Ну, Восточная Австралия тоже, Новая Зеландия, Южный остров, здесь непогода отмечается, но мы с вами переползаем на север, Аляску смотрим, вот здесь как раз подошел циклон, который Чукотки, он и Аляску задевает, и видно, что температура не слишком низкая, минус 8 всего в Анкоридже, в Фейерпенксе минус 14, то есть вполне прекрасно. На западе Канады, да, пришел циклон, поэтому не так холодно, видно, что здесь в основном в виде снега, но на побережье в виде дождя, активность в районе Гудзонового залива, снегопады, великих озер, и вот циклон, он прошел через Флориду, и получается, вот идет здесь вдоль побережья, но в принципе никому не мешает, то есть он в океане, идет дальше. Так, Южной Америки здесь в Аргентине, мы видим грозовую систему в Южной Африке у нас, кстати, здесь Мадагаскар тоже в грозах весь, ну, такой сезон сейчас. Так, ну что, даже понаблюдать-то особо не за кем, ну, давайте понаблюдаем, куда движется вот этот циклон, и как развиваются события вот здесь на Чукотке, давайте в ночь сегодня посмотрим. Ну, вот он, имеется шансы дойти до Ньюфаулинда, этот циклон, я думаю, что он ударит по Ньюфаулинду, немножко заденет Галифакс в Канаде, ну, а здесь вот Чукотка, да, и в основном Аляска будет, как раз по Берингову проливу пойдет этот циклон. Так-то осадков довольно-таки мало в Евразии, вот только вот эта полоса от Ямала, которая вниз идет до границы с Казахстаном, так она и будет сыпать в себя снег. Вот в районе Черного моря, Каспийского моря у нас осадки, а так только на самом-самом западе Евразии. Давайте посмотрим завтра, что будет. А завтра, смотрите, циклон здесь в Скандинавии, и получается, вот он идет сюда в Карелию, проникает, и с собой он, естественно, понесет по утеплению. То есть морозы потихонечку начнут отступать, но полностью не отступят, то есть они так и останутся в минусовой фазе, согласно последнему прогнозу, а там мы посмотрим. Ну и здесь в Западной Европе, видно, тоже пытаются вот здесь по Северному морю как-то протиснуться через Данию, выбирают Данию в качестве самого слабого места в Евразии. Ну что, давайте теперь посмотрим давление. Давление сейчас высокое в Европе. Вот Урал, Западная Сибирь, Казахстан и, в общем, Средняя Азия здесь низкое давление, и в Азии очень-очень высокое давление, которое способствует морозу, и низкое давление на побережье Тихого океана. В Северной Америке преимущественно низкое давление, высокое давление только на юге США сейчас отмечается, и, в общем-то, завтра будет еще более низкое давление со стороны Канады. Да, завтра в Европе, смотрите, ситуация меняется, то есть давление начинает падать по северу, и все, что выше 50-й широты, все попадает в область низкого давления. Ну, в Восточной Европе немножко повыше, здесь 55-я широта, ну, примерно вот такой расклад. А в Азиатской части все в области высокого давления, за исключением Чукотки и Камчатки, ну, Курильских островов еще. Так, давай теперь посмотрим 31-е, это уже канун, самый канун Нового года. Здесь в районе Великих Озер какая-то депрессия, так-то в основном высокое давление в США, в Канаде. В Евразии низкое давление наблюдается в Восточной Европе, вот здесь вот с центром, получается, где-то в Поволжье. И вот здесь на Таймыре еще какое-то мелкое такое падение, давление локальное, локальное, ну, и традиционно это Дальневосточное побережье. Так преимущественно будет высокое давление. То есть, может быть, даже звездная ночь будет, если кому-то повезет. Так, ну, теперь давайте разбираться, что же сейчас происходит с температурами. Ну, происходит наступление зимы, все, по которой соскучились, настоящий декабрь, как он должен быть, вот с температурами по 30 градусов. Вот, Ярославль, Кострома, Иваново, минус 29 мы видим, да, в Москве чуть попроще. Вот, ну, в общем-то, динамика такая. На Западе Прибалтика, вот Беларусь, где-то в районе минус 10. То же самое в Украине, но видно, что даже вот Одесса попадает в минус, вот, и все побережье, соответственно, Черного моря, за исключением Грузии. И Грузии, и Абхазии здесь, получается, в зоне тепла. Ну, около Каспии вот еще сохраняется. Здесь Астрахань и со стороны Дагестана плюсовые температуры. А так, видите, вот такое вот проникновение холода. А с другой стороны, в Сибири, представьте, в Новосибирске пишут, что ощущение весны, капель, птички поют и все такое, особенно в Западной Сибири. Здесь видно Курган 0, Тюмень минус 2, вот, Омск минус 3, Новосибирск вот здесь минус 6, но вот в Омск немножко мы прохладнее. А в Иркутск уже тепло не заходит, то есть минус 28. А за счет чего? За счет вот как раз вот такого распределения. Видно, что здесь за счет циклонической активности, все, что здесь на юго-западе, на юго-востоке и востоке от циклона, здесь получается такая теплая фаза, а за ней вот идет такая холодная фаза. Вот такой расклад. В Северной Америке, в общем-то, типичная зимняя картина, то есть вот так вот по штатам, вот по этой линии, между северными и южными штатами, как раз северные в зоне мороза, и южные в зоне тепла. Ну, давай теперь посмотрим, что будет ночью. А ночью будет такое еще одно проникновение сюда, в Западную Европу. Опять температура опустится где-то до минус 5. Будет ощущение настоящей зимы. Вот, больше почувствуют жители Турции этой ночью, да, там особенно восточной Турции. Здесь видно, будут даже кое-где серьезные морозы. Ирана, смотрите, Каспий, север Каспий так подморозит. Но Средняя Азия пока держится, и сюда выносится тепло. Опять вот в Западную Сибирь, где, возможно, полное ощущение утепели. И даже, смотрите, это доходит до Ямала практически, так высоко поднимается. Да, люди пишут там в Сургуте, что там обычно минус 40, под минус 50, а это всего минус 8. Вот, ну, вот такие вот потоки сейчас, о которых я и говорю, что вот сюда вот поднимается на северо-запад Гренландии, и здесь плюсовые температуры, вот, а в Египет опускается, и они просыпаются и видят снег в ужасе, конечно. Вот, ну, давайте завтра посмотрим дневные. А завтра, смотрите, все это начинает сплющиваться. Прямо такое давление, как будто поршень, да, поршень, который приминает вот эту холодовую часть в сторону Урала и по Волжье. Вот, и, кстати, этот же поршень сокращает вот эту вот здесь тепловую зону. Смотрите, она где-то 500 километров всего шириной становится, и наступление идет как отсюда с востока, так отсюда и с запада. Вот, ну, завтра будет такой еще, довольно-таки прохладный день в Восточной Европе. Вот, потом станет вроде бы как чуть-чуть попроще. Ну, давай теперь посмотрим с вами, это будет у нас 31 декабря. Ну, и здесь, кстати, в Приморье очень холодно будет, смотрите, даже Японию проморозит, даже через Японское море Японию проморозит, Корею проморозит, в общем-то, Китай тоже там большая часть будет под влиянием мороза. Но вот в Европе все сложно. Здесь, с одной стороны, опять какая-то утепель вроде бы планируется, а с другой стороны, здесь проникновение опять такое же хладовое вторжение. Вот, и кто победит, пока непонятно. Но, что точно, что в Центральной и Западной Европе будет оттепель. И, кстати, в Штатах, смотрите, здесь тоже резкий перепад и проникновение со стороны Канады прямо по центру, по Великим Равнинам идет такой суровый морозец. Так что новогодняя ночь, судя по всему, будет интересна. Ну, а с вами был Алекс, канал Берлаб, уже отличного прожения. Ну, а с вами был Игорь Негода.